В этом видео проверим 6 AirTag от самых дешевых китайских до самых дорогих от Apple. Проверка будет заключаться в их точности и скорости обновления в локаторе. Сымитируем потерю ключей, пропажу велосипеда, а также угон автомобиля. И посмотрим, стоит ли переплачивать за оригинал или можно обойтись вот таким с Алиэкспресс. Алиэкспресс Что в переводе звучит как воздушный тег. Если коротко, AirTag это маленькое устройство для отслеживания пропавших вещей и объектов. Это может быть от самых мелких ключей, сумки, велосипеда и до людей, животных и автомобилей. AirTag не использует сим-карты, как в GPS-трекерах, за которые еще каждый месяц нужно вносить обонплату. А использует телефоны прохожих в качестве передатчика сигнала. В моем случае устройство от Apple образуя огромную сеть. Даже если Bluetooth у прохожих выключен, так использует другой Bluetooth, который всегда включен. Это маломощный Bluetooth, который мало употребляет. Он всегда активен и, собственно, будет контактировать с нашим трекером. Питание этой таблетки происходит от маленькой батарейки CR2032. И по мнению производителя, вообще должно хватать где-то аж на целый год. В отличие от стандартного GPS, так будет работать за границей. Когда для GPS нужно подключать роуминг, чтобы был интернет. К примеру, моя сумка уехала в Германию, я в нее положил тег. И теперь с легкостью могу отслеживать ее перемещение. Будем имитировать пропажу ключей, точнее их потерю. То есть ключи у нас есть, но все брелки мы, конечно, вешать не будем. Поэтому засунули в такой вот пакет. Мне в этом будет помогать Алиса. И сейчас все это она спрячет где-то в лесу. То есть в лесу тут не так много людей, как, допустим, в городе. И мы попробуем найти якобы пропавшие ключи. Здесь все шесть треков. И, в общем, поехали. Я вот передаю. Хорошо. Да, я не смотрю, куда она идет, поэтому буду... В общем, позже. Ты мне наберешь, короче, да. Аж, это? Давай. Итак, спустя 15 минут у нас уже есть первые результаты. И причем обновился китайский тег. И он находится аж... То есть она достаточно далеко уже ушла. То есть, а все остальные, как можете видеть, стоят на том же самом месте, откуда Алиса, в общем, сдвинулась. При том, что у нее с собой айфон. В общем, идем искать, короче, по китайскому. Я думаю, возможно, пока будем идти. У нас обновлятся, в общем, и другие. Но сейчас идем пока за китайским. Итак, спустя некоторое время у нас обновилось еще три тега. И один из них оригинальный Apple-овский. То есть, вот можем наблюдать такие результаты. И они все, собственно, в одном месте. В общем, через некоторое время у нас получается MV-тег отстает и Ugreen. Что странно, как бы он не самый дешевый тег, но он что-то не справляется с задачей. Хотя в городе показался неплохо. Итак, я уже немножко рядом. И сейчас будем посмотреть, где это. Итак, короче, Алису мы нашли. И Artek мы не нашли. Будем искать при помощи звука, потому что она их перепрятала. Итак, нажимаем воспроизведение. И... А, есть где-то звук. Есть? Да. Итак, нажимаем Ugreen. Опять воспроизвести. И где-то оно здесь вот. Еще раз. Вот они. Вот она закладка. Итак, пакетик вещества мы нашли. Поэтому желательно бы это еще и спробовать, конечно, в городе. Потому что здесь вот из-за того, что... Ну, как бы немало людей, но они достаточно далеко. Видимо, геолокация передавалась не совсем точно. Потому что она меня повела, получается, в противоположную сторону. Хотя они были вот совсем с другой стороны. Что делать, если у меня Android? Для Android-устройств тоже есть воздушные теги. У того же Samsung есть Smart Tag. И у Xiaomi есть универсальный, который как бы работает с Android-устройствами и с Apple-устройством. Ну, даже если у вас оказался, допустим, Apple-овский AirTag, а у вас Android, не стоит расстраиваться. Вы, конечно, его сможете подключить через стороннее приложение. Итак, еще один тест с велосипедом. Мы будем использовать арендованный велосипед. Позже я покажу, как это сделать еще на своем велосипеде. Там используем специальные крепления. Итак, опять же, пакетик с нашими тегами. Мы кладем его в багажник. Используем тейп, чтобы не отвалилось. Ну, в принципе, у нас здесь будет лежать. И... Примерно, пусть вот здесь вот в корзинке лежит. И... Алиса, опять же, уедет с этим велосипедом куда-то подальше. Ну, не настолько далеко, чтобы я ее искал. И я попытаюсь ее найти. Так я давно не ездила. Сейчас главное не навернуться. Все, пока. Николай. Итак, велосипед отправился. Сейчас я подожду где-то минут пять, наверное. Сейчас Надя остановится на локации. Я буду ее, в общем, искать. Итак, не прошло у нас и минуты. У нас есть обновление. Это MVTag и DBSONIC 5. То есть, все остальные пока молчат. Мы можем их наблюдать на карте. То есть, сейчас сделаем меньше. То есть, вот здесь я нахожусь. То есть, некоторые теги остались со мной. Вот некоторые уже переместились. Это у нас уже третий. А, Ugreen зашевелился. Ну, в общем, идем искать. То есть, у нас примерно точка находится вот здесь. Короче, некоторые из тега у нас проложили такой путь из звездочек. Те, которые у нас обновились самые первые, я иду именно по этим координатам. Остальные, я думаю, потянутся потом. Но, допустим, если взять AirTag, тот, который оригинальный, Apple-овский, он до сих пор находится на той точке, где находился велосипед. Итак, в данный момент я предполагаю, что правильно показывают Ugreen, GB Sonic 5 и MV-Tec. То есть, они буквально показывают, что велосипед находится вон там. И мы туда идем. Итак, в принципе, схема с поиском велосипеда удалась. Я, конечно, не отвечаю за тех людей, которые украдут велики, занесут его куда-то на этаж, или получится вам его найти. И все, опять же, зависит от людей, которые окружают ваш тег. Чем больше людей, тем у вас больше шансов было найти. Итак, теперь пару слов о креплении на велосипед. Есть уже несколько различных креплений в том же Китае. То есть, вы можете крепить его под велосипед. Есть специально даже корпусы, в которые засовывается тег. И также вы можете засовывать специальную капсулу под руль. Также крепление бутылки. Вот, допустим, в моем случае я взял такой вот с Алиэкспресса. Он, изначально хочу сказать, что он рассчитан только на оригинальный Apple AirTag. Возможно, другие сюда тоже поместятся. Я пробовал от Ugreen. Он сюда помещается, но не закрывается. То есть, он немножко толще, чем AirTag. Возможно, от Xiaomi я видел. Очень похожий на оригинальный. Поэтому, возможно, он сюда поместится. То есть, только покупать и проверять. И теперь последний тест. Самый интересный. Мы будем имитировать кражу машины. Это у нас будет, можешь показать, Renault. Megane? Или что это? Не важно. Это не важно, да. Вообще, он сейчас будет, сворует эту тачку. Мы закинем ему, ну, якобы он не знает, что эти треки там находятся. Закинем, допустим, в бардачок. И он уедет. И мы потом при помощи другой машины его, ну, чтобы это быстрее было, мы его найдем. Поехали. Тойота двигайся. Почему я крыду не BMW? А я его чух дома выключил. Итак, прошло примерно 3 минуты с отъезда Жени. Поэтому смотрим на локатор. И у нас уже есть один претендент. Это Айуату. Короче, как-то не знаю, как его правильно прочитать. Но это у нас первый трек, который обновился. И видно, куда сейчас примерно Женя следует. Мы можем поехать сейчас за ним. Или же дождаться, пока он где-то остановится в какой-то локации. И потом будем выдвигаться. То есть сейчас... О, есть продвижение. Обновился еще один трек. И это у нас Ugreen. Так как он сейчас постоянно двигается, определить точное местоположение нельзя. Ну, там плюс-минус. Если он остановится где-то в людном месте, тогда все треки примерно должны словить уже сигнал от других телефонов. Чем они ближе, тем он, конечно же, лучше. И покажет нам точно его местоположение. Ну, примерно мы уже понимаем. Поэтому, в принципе, я думаю, можно выдвигаться. Один из треков, почему-то вообще, где мы, кстати, встретились, заблудился. Это трек Fine & Tech. И он что-то, в общем, уснул. Пока мы едем, друзья, давайте я вам расскажу историю, как я стал вором. Первое, что вы должны понимать, ворами не рождаются, ими именно становятся. Ниган пониженная. Есть. Сейчас будем ехать по одной секретной улице, где не самая лучшая дорога. Лучше всего спрятаться на видном месте, я думаю. Поэтому мы встанем, пожалуй, на самую людную, самую... Да, на самую людную парковку в этом районе. Что может быть более серое, чем серый номикан? Это да. Итак, в общем, выехали с главной локации, на которой мы встречались. И сейчас следим, собственно, куда поехал наш автоугонщик. Вот. У нас есть уже еще одно обновление, получается. То есть видно, куда он проехал. Мы его что-то снять. И это у нас опять первый ТЭК, который у нас обновился. Это тот же самый китайский, кстати. Это у нас Югрин и МВТЭК какой-то. Это уже какой-то новенький у нас тут объявился. Мы уже достаточно близко к нему, поэтому двигаемся дальше. Так как мы сейчас постоянно находимся в движении, Женя тоже в движении, поэтому точных координат дать невозможно. Это только когда ты едешь с этими же ТЭКами, со своими телефонами и ТЭКами вместе, допустим, в одной машине, оно прям показывает в реальном времени, как ты перемещаешься. Когда ТЭКи едут отдельно, то, к сожалению, такое происходит. Нужно, в общем, дождаться, когда их движение просто остановится, где-то в какой-то точке. Я думаю, станем где-то здесь рядом с лифом. Две серые машины сокроют их внимание. Теперь будем залипать в инсту, кайфовать, смотреть тик токи. Про то, как правильно кастрировать котят. Ну, такой вот у меня тик ток. Самое интересное, я когда оставлял, допустим, машину на парковке, там возле работы, короче, ну, в основном в центре, то они показывали прям тут очень точно. Возможно, они друг с другом как-то конфликтуют, и я это пока еще не знаю, и, возможно, их вместе нельзя ложить прям так друг к другу близко, то вы можете написать в комментариях, потому что, возможно, в этом причина. Возможно, нет. Я так понял, что он, скорее всего, где-то на этой парковке находится, но только вот на какой из них, тут их прям очень много, ну, и достаточно много машин. Ну, давай съездим прямо, посмотрим, возможно, он там находится. Я когда братья моим вам показываю, дал упражнение там на шею, чтобы удар могли держать. Женя, скажи, я к тебе посадку. В этой машине? В этой машине. Боже, чтобы я еще сам себя снимал, и этот... Тогда бы уже точно въехал. И рассказывал, да, я бы уже тут попал бы просто. Я вернусь обратно на предыдущую парковку, потому что она все-таки показывает, вроде как, в этой области. Я думаю, надо вылезти с тачки, короче, и поискать его. Потому что это... О, это... Это не это рынушка. Он где-то вот здесь. Я тебя варю. Сейчас. Я тебе покажу. Короче, мы находимся где-то уже рядом, прям, потому что здесь вот несколько тегов, собрались все, возьму кучу. Нашелся. Что, нашли меня волки позорные? Так, ну, получается, меня вскрыли, я еду в тюрьеву, можно открывать свое лицо. Да, да. Так, если что, я не хочу сидеть возле параши, можешь договориться? Ну, в принципе, найти можно, как бы, лучше так, чем вообще никак. То есть, если вашу тачку где-то кто-то заберет, скорее всего, конечно, он-то их найдет, но если вы хорошо его спрячете, то, возможно, вы найдете свою машину. Лайфхак для воров. Если вы нашли такую метку в машине, едьте в лес, вас там не найдут. Как же происходит процедура подключения к смартфону, допустим, того же китайского и оригинального от Apple? С Apple вообще все просто. Вы вытягиваете пломбу, после чего подается питание и у вас телефон, когда он разблокирован, он сразу же его находит и вы подключаетесь и выбираете, на что назначить. На ключи, на автомобиль, на велосипед и так далее. С китайским немножко сложнее, но, то есть, примерно то же самое. То есть, только он сам не определяется, вам необходимо зайти в локатор и также там выбрать, найти вещь, то есть, точнее, подключить вещь, после чего вы ее находите, то есть, опять же таки, он должен запитаться, то есть, зачастую тут стоит какая-то пломбочка или вы вставляете батарейку, после чего идет звук и вы уже начинаете его искать. После того, когда телефон его обнаружил, вы также, аналогично, как с оригинальным, вы назначаете на, что там, на ключи, на велосипед, на сумку, рюкзак и так далее. Для того, чтобы ТЭК отключить от своего смартфона, во-первых, вам его нужно здесь вот в локаторе удалить, во-вторых, для того, чтобы его подключить к другому устройству, потому что он будет до сих пор привязан к вашему, вам нужно его сбросить. Сбрасывается оно по-разному, то есть, у некоторых, допустим, китайских, есть кнопка и она срабатывает не просто так, она есть икона на отключении и также для того, чтобы сбросить, зачастую это пять раз нужно, точнее, четыре раза нужно нажать коротко и на пятый зажать и после чего произойдет какой-то звук. После того вы сможете подключать его к другому устройству. В тех, у которых нету кнопки, вам необходимо пять раз высунуть и засунуть батарейку, то есть, прервать питание. После чего закрываете и AirTag у нас сбрасывается и после чего вы можете уже подключать к другому устройству. Бывает такое, что вот как вот с этим вариантом здесь нельзя обнаружить кнопки, но на самом деле она здесь есть, стоит просто продавить корпус и ты чувствуешь, что нажимается кнопка. В таком случае также мы сбрасываем, нажимаем четыре раза, то есть, раз, два, три, четыре и на пятый зажимаем. Вот. Этот звук означал то, что тег полностью сброшен, его осталось удалить с телефона и вы можете его подключить к какому-то другому устройству. Большинство китайских AirTag у нас оснащены вот таким вот специальным колечком, для того, чтобы вы могли уже сразу нацепить его на ключи, на брелок и так далее. Айфоновский оригинальный, ну как обычно, это стандартная история, у нас без ничего. То есть, ты можешь его в кинуть в карман, в сумку и так далее, но подцепить куда-то на ключи, на что другое, ты его не можешь. Для этого, конечно, нужно покупать брелок, который зачастую, как я слышал, стоит еще дороже, чем сам тег, или примерно в ту же цену. Допустим, с Ugreen идет сразу же такой брелочек, который, кстати, ты можешь использовать на AirTag, и тем более, сейчас никто не покупает оригинал, потому что он стоит бешеных денег, покупают все китайские резиновые, там есть кожаные и так далее. Они на Алиэкспрессе стоят намного дешевле, вы можете его сюда перекинуть, и он будет также держаться хорошо. А если пришло вдруг время менять батарейку, то меняется она достаточно легко, в некоторых случаях нужно раскрывать корпус, в некоторых он просто проворотом открывается и меняется батарейка. И есть китайские, которым прям нужно заморочиться, там где-то подковырнуть, желательно чем-то пластиковым, чтобы его не повредить, и вы его потом расщелкнете и меняете батарейку. Допустим, с Apple, как и с Ugreen, он, кстати, по подобной форме сделан, ты просто берешь вот здесь, прикладываешь, допустим, два пальца, проворачиваешь, вот и все, и батареечка у нас. Тут же я видел в некоторых видосах, где люди просто его раскрывают и достают там динамик, потому что здесь есть динамик, который оповещает о обнаружении. Говорят, что когда этот тег лежит, допустим, в машине или вы подкинули его человеку для того, чтобы следить за ним, он начинает себя оповещать. Не знаю, честно говоря, столько раз уже это делал, но специально для эксперимента, то есть он ни разу не подал никакого звука. Притом он оригинальный лежал вместе с человеком, у которого iPhone. Каждый AirTag имеет свой динамик, он единственное, что может отличаться по громкости и по какой-то другой мелодии. Допустим, у китайских есть еще даже другие мелодии, и они могут звучать громче даже, чем оригинальные. Это нужно для того, чтобы вы могли быстро найти свою вещь. То есть мы заходим в локатор, нажимаем воспроизвести, и можем услышать такой звук, по которому сможем найти, допустим, свои пропавшие ключи дома. Эта функция работает только, когда вы находитесь достаточно близко к объекту, то есть он работает на расстоянии работы Bluetooth. Итак, если подвести итог всего видео, могу с уверенностью сказать, что разницы вообще никакой нет. Разница только в качестве материала в корпусе, то есть Apple'овский царапается очень сильно, если ты его будешь с ключами наносить, то ему там задница просто придет. Китайский такой матовый, он царапается меньше, но он не влагоустойчивый, то есть Apple'овский более тут весь закрыт, здесь везде есть отверстие, то есть для какого-то брелочка и так далее. Разница еще есть кое в чем, что у нас в принципе не работает. Это в чипе U1, начиная с iPhone'а 10, то есть он более подробно показывает, куда вам нужно идти, то есть где находится, допустим, ваша потерянная сумка, он прямо подробно показывает стрелкой. У нас эта функция, к сожалению, не работает, поэтому смысла за нее как бы переплачивать здесь нет. За границей, да, пожалуйста, вы можете ее использовать. В целом могу сказать, что устройство все показали достаточно хороший результат, хотя разный. В некоторых случаях, допустим, у меня тачка стояла в центре, где в окружении большинства людей с телефонами, то есть он показывает очень хорошо, то есть прям подробно вот можно посмотреть на этом видео, где машина стоит красная и где указывает тег, то есть прям один в один. Если ваш тег, допустим, ваше устройство или сумка вы потеряли где-то в лесу, это будет крайне сложно найти, потому что, даже если много людей, но если вы потеряете где-то вдали от троп, где люди не будут проходить, вы будет крайне сложно найти, но шанс есть, вы, по крайней мере, будете знать, где вы это потеряли. На этом все, но если это видео было полезным, все ссылки, как обычно, в описании, то есть на все теги. А с вами был Евгений, всем пока!